Всем привет! Очередная запись Весконечного прохождения Legends of Zelda Heroes of the Kingdom Четвертая часть, по-моему Наверное Мы еще даже первый десяток не пробили Я уже сбился, ну ладно, разберемся по ходу дела Остановились на том, что Мы активировали вышку Которая, по идее, должна нам Ну, во-первых, она должна Нас подбросить Наверх Во-вторых, мы должны как будто бы Отсканировать эту штуку Я не очень понял, что от нас хотят Но сейчас разберемся Можно, например, осмотреть О, ну, это доктор октопус Я видел один хентай, который начинался Точно так же А, нормально Сейчас запылесосим мир Изи О, обновлена карта поверхности Огонь Еще миллиард таких фортов Мне кажется И мы Также карта неба Тут слишком много карт Я потеряюсь, ребята Планер Планер Там какой-то рисуночек интересный Фикировать Кажется, мы на планере не долетим У нас Я понял, в чем отличие, кстати Планера вот этого От предыдущих Тут тратится выносливость Все-таки Вот поэтому Она не восстанавливается И она не восстанавливается во время падения Поэтому Свободного падения Так что Он рано или поздно Вы упадете Кстати, был Был корок Как будто бы А, вот он Не знаю, за ним надо побегать Или что он хочет Куда-то он нас ведет, ребята В башню Так, и чё А, и как Может быть, на стену Можно Вниз я бы не стал спускаться Естественно, слишком опасно Большой зом Ладно Изи-брызы Там на фоне Какая-то светящаяся штука Кстати, еще есть Что это, интересно, такое Это, видимо, следующая вышка Которая Которая может нам Дать информацию Огонь Пригодится Так Так Это А, это что такое Это какой-то Какой-то суслик Призрачный Не к добру Это Тоже что-то улетело Кстати Как будто бы Как будто бы Вообще Странно Что я не забрался Ну, мы отдохнем Можно что-то съесть, чтобы восстановить выносливость? По-моему, что-то можно Но, скорее всего, у нас этого нет А, нет, есть Бодрящая зелья есть Но мне кажется, она того не стоит А, ну, мы вот тут остановимся Нормально Это было Опа, что-то падает Что-то падает Прям близко Надо сходить проверить Ну, прям тут упало Нам по пути все равно, правильно? Не хватает только вот Вот такие коняшки Надо до коняшки добраться А, знаете, что мы можем сделать? Мы можем подняться обратно на этой штуке Как вам идея? Я думаю, хайповая Мы берем и... Автосервис А? Кто смарт? Я смарт Профессионал? Надеюсь, он успеет до того, как кончится эта штука И меня не раздавит Ха-ха, самое главное, чтобы меня не раздавило, конечно Еще вспять А, все, это последнее место? Супер странно Можем слетать к тому вот Светилищу Мне кажется, это может быть прикольной идеей Потому что Светилище это, в принципе, прикольная идея Плюс Там вот тот рисунок и еще одно Светилище Мы вроде как в верном направлении можем двигаться И в целом я бы не сказал, что В зельде есть неверное направление Могут быть направления, к которым мы пока не готовы Блин, мы чуть-чуть дальше упали Забираться придется долго Прям в обход придется идти Зельда превращается вверх Резко в 2д зельду с видом сверху Если мы сейчас можем Опа, это что? Это лиса Это супчик плюс шубка Блин Косяк, конечно Минус супчик, минус шубка Ладно Неграмотно оценил дистанцию, как обычно Ну, старый уже стал, видите, не вывожу Так, здесь можно восстановиться Здесь можно как будто бы восстановиться Огонь Пойдем посмотрим, что в светилище Как будто кто-то ночевал Знаете Есть два пропеллера Зачем-то Интересно И там вон сундук, кстати А Возможно пропеллеры помогут Как-то забраться Так, здесь можно лодку, видимо, какую-то сделать Плак есть Окей Ладно, давайте сначала в светилище сходим Посмотрим, что интересного внутри Блин, там, наверное, сказали бы Иседагун Ветрогенерация Иседагун А, скорее всего, можно будет ударить эту штуку И она меня подбросит Probably this is the main idea Вот так вот Иседагун Иседагун Здесь интересно Здесь у нас есть несколько опций Ну как несколько В целом Одна Будем поворачивать Ха-ха-ха-ха-ха Да Ну и чё, почему мы не можем? Огос Встреча Здесь ещё есть Инжелэк Это шок Встреча 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 Можно успеть Как будто бы можно, но я, возможно, чуть-чуть опоздал все-таки С таймингами Не, нормально Плюс опал Гуд Видимо, если это вот такая штука, то у него нет батареи Вероятно Которая заканчивается Одного не хватает, чтобы подняться О, нет, стой That wasn't so smart Как это выключить Тарелу пришлось потратить Ну ладно, сам виноват С помощью ветра можно прикольные штуки делать Не только плоты сзади пропеллера Надо задуматься А заставляет задуматься Субтитры сделал DimaTorzok Так, ветрогенерация изучена Значит, с помощью этих вентиляторов мы можем подняться И теперь у нас есть Пропеллер Ну, не пропеллер Планер Да что я все Прыжок Прыжок и О А, наверное, нужно Да, понял Все-таки Второе поставить вот сюда, чтобы меня подбросило дважды Одного подброса не хватает Сюда я его тыкнусь Ну, это типа на время так-то опять же будет Потому что мне нужно Ударить этот Ударить этот А, стоп А, стоп, а зачем мне тогда Тот А, нет Ну Наверное, за этим Это было неприятно Это было очень больно Лучше обратно забираться еще О, тут, кстати, грипп растет Важно Сильно Ну, не очень понятно, к чему это все Не поднимается Где-то тут забирался, по-моему Ну, или близко к этому Здесь есть площадочка, нормально Зачилим на ней Может быть, они, кстати Может быть, мне нужно их Наоборот, рядом подставить Просто отсюда запрыгнуть Не париться Больше тяга была Так, запрыгнем Да что ж ты со своими прыжками Главное Главное А, она скользкая стала Тоже какая-то башня Другая, наверное, уже Окей Огонь Я не могу их ударить Так вот Имба Всех переиграл Изи Клэп А шипа парится Палка из обычной ветки дерева Палка из обычной ветки дерева Сучки обломаны, чтобы было проще держать Неплохо сбалансировано В случае чего можно использовать в качестве оружия У него Наибольший урон Отценно того, что у меня есть Можно Походный клеймор Сбросить Так, куда выдвинемся Можно через мост пойти Вот туда Там еще одно святилище Я вижу есть Еще какая-то Какой-то домик И в направлении Вот этой штуки Двигаться Хотя по квесту Это не совсем То, что нам нужно Но Входить в зельде По квестам Лол По реал Братан Момент Ох ты ж Дерево мимик Нет, бежим А, тут еще спящий Спящий дурик И дерево за мной гонится Ну мы просто за спидранем Я так понимаю Мы такие дебо О, тут можно полутать Жареный хайруловик О, прикольно Все, братан Наберем О, не-не, беги, беги Ты что, дурик? Ты дурик, что ли, совсем? Беги просто Хинокс Хинокс Мост Мост Карок Братан Все нормально Я мимо проходил Ты можешь дальше отдыхать Мы в тебе не заинтересованы Максимально Поэтому Иди с миром, дружище Мир Френдли Френдли Вон, что выронил Я так и знал Они тебя тоже попросили Пещерные пипы По крайней мере Я сперва так подумал Жаль, что я в пещерной живности Совсем не разбираюсь Я, наверное, эту пипу И в лицо-то не узнаю А сокровища хочется Что же делать? Гладислав Окей Окей I got this Открытие Северо-Хайрульская пещера Тут не пипы Тут эти челы Я считаю Щитажоры И они как будто бы Не очень Френдли У меня нет Чем их взорвать Можно, конечно Стрелу с огнеметом Запустить Но я не думаю Что это будет Хорошая история Это просто Искорка У меня есть Огнефрукт Но мне кажется Просто поджигает Немножко И Не так много урона Нанесет Как Хотелось бы Поэтому Как будто бы Не плохая идея Они меня просто Сожрут Когда я подойду Там еще сверху Наверное Кто-нибудь упадет Сейчас Но вообще Если я френдли Мимо пройду Вы нормально? Насколько у тебя Большая дистанция Атаке О, тут Жижа Жижа Это нехорошо Но он как будто Не дотягивался Кстати Нормально Мы френдли Ползем Блин, мы не френдли Мы не доползем Так Но Скорее Если их Победим Опа Вот это Он кушает Кстати Опасно У меня Нет ничего Особо Что могло бы Навредить Мне кажется Как вина Более Опа 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 Она Agreed Опа Опа Кор challe Нормально Первого забороли Чё, стрелы упали Пойдёт Сундук Не дотягивается до меня, пока смотрит Чисто Янтарь, окей Как мы отсюда заберёмся Вот сюда Стрелка показывает куда-то Кстати, вон что-то есть Ага, прикольно Блин, я не заметил этого раньше Так, мне кажется, легче справились с этой задачей Тут мы не дотягиваемся Так, окей Ещё одну сломали, но Способа легче А забраться не появилось Тут только янтарь Тут всё сырое И Буду соскальзывать Но может быть Просочиться можно как-то По краешку, я не знаю Чё-нибудь вот здесь Вот Нет, да Так Там получится Здесь вот переползти Но не получается Да, очень сыро А мы можем просто Просто-напросто Вот так вот сделать Гениально Дольше выдумывал, чем Можно было это пройти Короче говоря Рыба какая-то есть, кстати Можно её из В уголе Моут вот сломается О, рыбку поймал Хорошо Пещерный вспышник Рыба, обитающая В тёмных пещерах В ней содержатся Люминесцентные элементы Если Съедите блюдо из неё Будете немного светиться Окей Конечно Я каждый раз после еды Свечусь от счастья Наконец-то поел Ещё немножко ингредиентов Две рыбки Лучше, чем Одна рыбка Если это не пиранья Чё, лягушки есть? Так-то Не знаю Лягушку Из-за Стрелы Знаете, как вот Блин Мило Мне, наверное, ещё надо будет На Опа Это что за братан Такой прибежал Ты чё Ты чё Ты чё Делаешь Вообще Откуда ты вылез Внезапно Прибегает Такой чел Отрубает Мне голову Ладно Не буду в воду Спускаться За ним Оно того, мне кажется Не стоит Наберём семечки Фанмариса И вперёд Там ещё Там ещё как будто бы За За водопадом Очевидно Что-то есть Просто Оно нам надо Наверное Надо Это рыба Может быть Подсветина Подсветина Вик Тоже Алюминисцентные Энзимы Гриб можно встретить В тёмных пещерах Где-то просто Гриб Аааа Это не просто Гриб Это Гриб С секретом Что это? Это Сундук Хорошо Скальное Снаряжение Повышает Скорость Лазанья Вау Это Будет Весьма Полезно Это Нам пригодится В общем Записывайте Да Первая Пещера А тут Не написано Какая Случайная Пещера Нет А почему Вот Северхайрульская Пещера В Северхайрульской Пещере Хранится Снаряжение Для того Чтобы быстрее Лазаться Но оно Стартовое Конечно Но всё равно Это Пригодится Бомба Цвет Его можно На стрелу Нацепить И Устроить Бэнь Бэнь Поплыли Обратно А можно Льву Просто взять Да Чё нам Оу НО Прыть Лягушка Резвая Лягушка Обитающая У водоёмов Сварив Её с органом Монстра Вы получите Зелье Повышающее Ловкость Оно Позволит Вам Быстрее Передвигаться Живучая Лягушка Эта редкая Лягушка Обитает Во влажных Тёмных Местах Сварить Её с органом Монстра И вы получите Зелье Которое На время Величивает Максимальный Запас Сил Вот Такие Дела У нас Тут Наловили Лягушек Рыб То что нужно Молодому Здоровому Организму И вот И пипа Похоже Подъехала Как минимум Одна Но он говорил Что две Тут может быть А стрел Только вот Почти нет Сколько Где Бомба Бомба цветок То Он в конце Теперь будет Один Бомба цвет Дар пещерной Пипы Второй Кстати Возможно Её будут Обменивать На какие-то Приколюхи Потом Здесь Кстати Можно Вылезти Я так Понимаю Это Как будто Даже Допустимый Вариант Развития Событий Надо Проверить Сначала Через Вот Тут Можно Огонь Ай Смотри Это был Типа Шорткат На пещеру Да По Кайфу Лошадка Лошадка Здравствуйте Мистер Лошадка Я не помню Как Оп Поехали Это Лайтова Какая-то Лошадка Погладили Да Что-то Это нормально Все Плюс Лошадка Кажется Нам нужна Конюшня Наверное Здесь Возможно Она есть Даже Конюшня Нова Тихая Не могу Привыкнуть Так что Я запутался С этой Камерой Можно Погладить А можно Садить Дрова Есть Колодец Еще Мега Хорош Лошад Мистер Лошадка Спасибо Там Еще Мистер Песок Ест Огонь Все Не так Ну ты Шо Нормально Все Так Надо Где-то Можно Говорить Кстати Прямо С лошади Имба Наверное Надо Подъехать И зарегать Здесь День Подходит К концу Ты все На ногах Добро Пожаловать В нашу Конюшню Мы Занимаемся Всем Что Связано С Лошадьми А Еще Ты Можешь У нас Переночевать Ой Ты же Еще Не Состоишь В Конюшенном Обществе Для Того Чтобы Воспользоваться Услугами Конюшни Тебе Нужно Вступить В Конюшенное Общество Могу ли я Узнать Твое Имя Линк Хорошо Так и Запомним Отлично Поздравляю Со вступлением Хочешь Я расскажу Тебе Как Пользоваться Конюшней Ну Расскажи В Конюшнях Ты можешь Оставлять Своих Лошадей Оставив Лошадь В одной Конюшне Можно Забрать Ее В другой Если Поймаешь Дикую Лошадь Приводи Мы Ее Зарегистрируем И Она Официально Станет Твоей На Тебя Может Быть Записано Несколько Лошадей Можешь Менять Их Когда Угодно Ну Что А Теперь Добро Пожаловать В Нашу Конюшню Если Ты Поймал Дикую Лошадь Можешь Тут Зарегистрировать А Если Хочешь У нас Переночевать Обратись На Стойку Внутри Итак Чем Я Могу Тебе Помочь Давай Зарегаем Понял Какой Лошадь Погоди Ка Согласно Нашим Записям Мы Уже Заботились О Твоих Лошадях Уважаемый Я Тогда Заново Зарегистрирую Всех Лошади Которые Были Записаны На Тебя Проверь Потом Все Правильно Ну Что Ж Эту Да Ты Уверен Да Обычно Мы берем За эту Услугу 20 Рупий Но Сейчас У нас Акция Первая Регистрация Бесплатно Хорошо Тогда Начнем Сперва Лошади Нужно Дать Кличку Значит Такую Кличку Ты хочешь Ей Дать Хорошо Кличка Записана Хочешь Взять Лошадь С собой Оставить Лошадь Пока Пусть Отдохнет Мы еще Изучим Мы Не позаботимся Спасибо Что Воспользовались Услугами Нашей Конюшни О Прости Я же Совсем Забыл Рассказать Тебе Про Конюшенные Баллы Что За Баллы Каждый Раз Когда Ты Пользуешься Услугами Нашей Сети Конюшен Ты Получаешь Баллы Постояльцы Зарабатывают Баллы Когда Остаются Ночевать В Конюшне Или Когда Регистрируют Новый Лошадь Наконец-то Кэшбэк Внутри Игры Поздравляю Тебя С Первым Визитом В Конюшню Новая Тихая И Спасибо Что Ты Зарегистрировал Нас Лошадь Ты Получаешь Два Балла Конюшенная Карточка Получай Баллы За использование Услуг Конюшен И обменивай Их на Награды Баллов До следующей Награды Один За баллы Можно получить Различные Награды Чем больше Баллов Тем лучше Награды Награды Выдут У стойки Конюшенной А С конюшенной Книгой Учета Вон там Уточнить Информацию О членстве И наградах Можно в той же Книге Будем рады Видеть тебя Снова Огонь Пойдемте Что у нас тут Факел Факел Нас не интересует Можно что-нибудь Поготовить Наверное У нас Есть Рыбка Например Не знаю Что еще Можно Ну рыбу с мясом Сомнительно Рыба С яблоками Звучит Хайпово И Ну грибы Наверное Соли У нас Нет Либо Другой Приправы Тоже Как будто Бы Нет Поэтому Просто Рыбу И Яблоко Мешать Мясо И рыбу Как будто Бы не стоит Можно Просто Еще Грибы Добавить Реально Побольше Рыбы Всю рыбу Уха Должна быть Лучистые грибы С рыбой Свечения 7 Незамысловатое Но вкусное блюдо Из свежей рыбы И душистых грибов Освещает область Вокруг Аааа Я могу Я могу Это съесть И мне не нужно будет Фонарь с собой Ничего себе Это Это Кстати Супер Полезно Не иронично Так Это что у нас А принцесса Тишины Не знаю Пока Для чего Он Так Давайте Возьмем Это И Мяска Чуть-чуть Мяска Только А если мы Рыбу Смешаем С этим Мне кажется Плохое Что-то получится Ну можно Попробовать Что нам мешает Экспериментировать Ааа Стой Ты че Ты Это из-за тебя Добрый вечер Добро пожаловать В конюшню Риту Ой Я конечно же Имел ввиду Конюшню Новотихая Извини Я переехал сюда Из конюшни Рита Совсем недавно Поэтому постоянно Путаюсь в названиях А что же Случилось С конюшней Рита Такая же Конюшня Как и эта Она находилась Недалеко От деревни Рита На западе Отсюда Закрылась После великого Похолодания Слышала Что теперь Там разместилась Редакция газеты В Эбрием Где находится Деревня Рита Всегда было холодно Но сейчас Стало еще хуже Смертельно холодно Прямо как в Кирове Кстати Вот возьми Острое зелье Защита от холода Согревает изнутри Полезное средство Для путешествий По заснеженным горам Повышает устойчивость К холоду Уровень 1 Мне это больше не нужно Так что А если тебе не Если тебе нужно Воспользоваться Услугами конюшни Обратись на стойку Ладно Ладно Мне нужно Собрать Это Чтобы оно Не приготовилось И я Блин Ну конечно Руина Ладно Давайте Значит Тогда Три гриба И Две Курочки Вот это Должно Пойти Нормально Грибы С мясом Работаем Так Вот это Попробуем Смешать И Три яблока Добавить И я не знаю Что получится Какой нибудь Рагу Опять тоже Ален О Что то красивое Получится писать Судя по звуку Лучистый Хрустмикс Большая порция Свежего мяса И рыбы Приготовленных Вместе Тоже освещает Область Красиво Но больше еды У нас вроде бы нет Что можно было Приготовить По крайней мере Так Изучим Изучим Задворки Тут тоже валяется Бывает что нибудь Интересное Конечно же Кремень Дрова Это всегда полезно Так И колодец Так Деревянная швабра Главное оружие Против пыли Сделано Качественно Поэтому Довольно крепкое Если возникает Такая необходимость Ею можно Неплохо Огреть врага Окей Поехали вниз Я вообще хотел Спланировать Но ладно Почему-то планер Не открылся Так Тут какие-то Интересные штуки Кстати Ну блин У меня стрела нет Да У меня последняя стрела Осталась Я не смогу Допустим Вот эту штуку Как-то Зачизить Одну только Да Смогу закрыть Лягушка Успели поймать Так Так Как Получилось Это что такое Цепкая ящерка При помощи присосок На лапках Эта ящерица Может залезть На любую стену Зелье из нее Поможет взбираться По скользким поверхностям Вооот Это то что нужно Это что такое У нас Так а внутрь Проплыть Никак не получится Здесь можем подняться Наверх Само собой Но это нас пока Не интересует У нас есть Решетка Чаромонтаж Реверс тайма Тут тоже Ничего не работает Может быть Чаромонтаж Как-то Сработает С прыжка Видали Как словил Рыбешку Профессионал Возможно Чаромонтаж Поможет Чаромонтаж Уже был применен Вон есть Камнемолот Ну ладно Давайте пока Без чаромонтажа Просто Камнемолот Возьмем Не верен Что это может Помочь Так Так Ааа И вода Сейчас уйдет Смарт Вот это Я смарти Пенс Слил в унитаз Тоже Я так понимаю Не пройти Ладно Поехали Вау Да тут же Целая сокровищница Из двух бочек Коробки Может коробки Что-то есть Стрелы Ну все Это то Что было мне нужно 50 рупий Вау Пойдет Пустом Сейчас мы можем отсюда прыгнуть Да можем отсюда выбраться Прям сразу Это Это супер удобно Это лучшее их нововведение Мне кажется Ты просто зачистил данж Сложно даже назвать Прям данжем Колодец И все Можно сразу обратно Выехать Так Получить награду Что за награды Давайте посмотрим Да-да Минутку Награда За баллы Если ты накопишь Еще один балл То сможешь получить Тяговую сбрую И сможешь Крепить к ней Различные объекты Окей Нет списка Который можно посмотреть Легендарное оружие Онио А если хорошо подумать Легендарные вещи Обычно приходят Из легенд А что такое легенды Сказки Да и только Выдумки А неизвестное существо Которое ты ищешь Разве оно не выдумка Ну нет Во всех конюшнях Только и говорят Что об этом Неизвестном существе В конюшнях Путники обмениваются Новостями Со всего Хайрула Вряд ли все Стали бы Пересказывать Враке Даже если мы найдем Это неизвестное существо Награду нам За него никто не даст Зачем же тратить время А вот если мы найдем Это легендарное оружие То нам больше Не придется бояться Монстров А что если Это легендарное Плохое оружие Настолько плохое Что даже в легенды В любом случае Сперва поедем По конюшням И все разузнаем А потом найдем Неизвестное существо Вау So mysterious Неизвестное существо Это рецепт Помидоры и грибы Ага Зафиксировали Ты что Приветствую Вижу ты тоже странник В бушующем море жизни Как и я Я обидал И меня легко узнать По рюкзаку в форме жучка Не смотри на все Что сейчас творится в мире Я не бросаю Своё любимое дело И путешествую с товарами Я продаю жучков Лучших из лучших А еще у меня много товара Без которого не обойтись В бушующем море жизни Если вдруг у тебя Самого с рупиями туго Продай мне что-нибудь По сходной цене Особенно хорошо плачу За самоцветы Если у тебя завалилось Несколько камушков Дай мне знать Ну как Ты хочешь купить Или продать Давайте посмотрим Что у него У него стрелы есть Игнефрук Джар стрекоза В крыльях этой стрекозы Содержатся Вещества Повышающие температуру тела Сварить ее с органа монстра И получить от зелья защиты От холода Позволяет Так что Обостряет восприятие Что позволяет вам Тише передвигаться Живучая лягушка Еще под сотку стоит Ничего себе Это я нормально их наловил Там получается Давайте стрел закупим Стрелы почти всегда нужны Беру Можно что-то продать Попробовать Мне кажется У меня Есть Тут Что-то Что может Стоить продажи Скажем так Камни какие-нибудь Вот янтарь я не знаю Для изготовления украшений Нужно ли его оставлять Или Мне кажется Мы еще много его найдем А пал можно продать Как будто бы Это тоже отыщем И за Так что еще Можно продать Из камней Больше и нет У меня вроде бы Ничего такого Главное Продает по сотку А скупает по двадцать А как Как вы сделали Свой первый миллион Ну просто Перепродавал В пять раз Дороже вещи Спасибо Пожалуйста Но больше ничего Такого стоящего Как будто бы И нет На продажу Есть янтарь Можно тоже продать Мне кажется Мы еще кучу янтаря Найдем Это не то Что пригодится В пути Не Все Я пойду Посел Большое Так Ты что Скажешь Новая статья В клевер курьере Интересно Великое похолодание Народ Рита В опасности Так Нехватки еды Деревня Рита Отрезана От цивилизации В деревню Риты Нельзя идти Без согревающего Снаряжения В ночь Кроволуни Оставаться на улице Опасно Это да Какой-то ученый Который пошел Левер курьера Это ученый Пошел На разведку Переночевать Обычная кровать Стоит 20 рупий Не братан Сори За 20 рупий Я лучше Пешочком Прогуляюсь Так Там что такое Костер Вообще Не то чтобы Пешочком У меня же есть Лошадь Лол Я же Теперь Наездник Госпожа Импа Что такое Это ты Линк Я слышал Что ты Ищешь Вместе С принцессой Зельдой Но вижу С тобой Все в порядке Рад за тебя Но куда же Подевалась Принцесса Зельда Что Место Положения Принцессы Зельды До сих пор Неизвестно Говоришь Линк Тогда тебе Стоило бы поговорить С госпожой Импой Госпожа Импа Сейчас Вон там Она должна Знать Где искать Принцессу Зельду А вы говорили По квесту И когда можно Поговорить С каким-то Рандомным Мужиком В поле Он скажет Что знает Зуми Здравствуй Путник Видимо Ты совсем Выбился Из сил Если добрался Сюда В столь Поздний час Прости Я Кое Чем Занята Если Хочешь Воспользоваться Услугами Можно брать Бесплатно Если поймаешь Декул Что можно Ее Приручить Окей Здесь на корточке Подкрасться Сзади Запрыгнув На лошадь Не забудь Похлопать Ничего Ничего Для него Не пожалеешь Сейчас Сейчас Сестра Сестра Братан Так Она Даст мне Денег Я надеюсь Бесконечное Количество Денег Поехали Первое Колесо Второе Колесо Все Колеса На месте Я Профессиональный Чунитель Вы не знали Тебе удалось Неужели ты это сделал Ради меня Конечно Спасибо Колеса На месте Теперь полоска Совсем как новенькая Даже не знаю Как тебя отблагодарить Деньгами Спасибо большое Еще чуть-чуть И сбудется моя мечта Остался последний Но самый сложный шаг Поймать дикую лошадь Как бы я ни старалась Поймать дикую лошадь Ей удается от меня сбежать Ну пойдем ловить дикую лошадь Дикие лошади были где-то вот там Но меня интересует Вот эта штука Что это такое Хайрулея Растение о целебных свойствах Которого было известно Еще в давние времена Если его приготовить Оно восстановит Больше сердец Вау Ему кузнечик Приготовить Он улетает Сразу Летер Главное Лайтовенько так Не спеша Подходим К лошади Сзади Никогда не повторяйте Этого В реальности И Вас скорее всего Убьет лошадь Да А ты что убежал Это лол Че вы все убежали Оф л bacteria Я Фул Незаметность Я Ниндзя Даже капюшон Ниндзя Все Всё. Блин, это лучше, чем моя та лошадь. Лошадь дикую привёл. Чекай. Ты эту лошадь поймал для меня? Мне бы такая как раз подошла. Ну забирай. Что? Правда? Ты действительно хочешь отдать мне такую чудесную лошадь? Спасибо тебе. Мир всё-таки не без добрых душ. Я на седьмом небе от счастья, но тогда я надену на неё тяговую сбрую. Тяговая сбруя? Это часть конского снаряжения. Лошадь в такой сбруе можно запрячь в повозку. А ещё можно прикрепить груз для перевозки прямо к сбруе. Зарабатывая конюшенные баллы, ты можешь получить такую сбрую в подарок. Секундочку. Вот и всё. Готово. Спасибо. Невероятно. Как же тебе удалось превратить эту груду хлама в такую чудесную повозку? Спасибо тебе. А собственные повозки мечтают все работники конюшни. И я не исключение. Ещё раз спасибо. После покупки повозки у меня осталось не так много денег. Здесь всё, что у меня есть. Вот. Нет-нет, это твоё. Не отказывать. Да я беру. Сотка. Ну, нормально. Сотка это беру. Как тебя зовут? Ринку. Лин, говоришь? Ну, ладно. Отныне моя повозка будет называться Зуминг. Обещаю пользоваться ей всю свою жизнь. Если захочешь увидеть меня или Зуминг, милости прошу. Здесь ты всегда желанный гость. Хи-хи. Хи-хи. Окей. А можно на неё залезть, интересно? Ладно. Здорово, пёс. Почему пёса нельзя погладить? Что за дела? Его же можно было падать в прошлой части, нет? Он очарован мной. Здорово. Он пузико показывал. Смешная собачка. Ну, ладно, наверное, пойдёмте дальше. Заберём лошадь и... А, нам нужно поговорить сначала с дамочкой. По квесту. Внезапно появившийся квест. Почему не? Вот ещё и гриб. Ба. Так, у неё, видимо, надо будет подчиниться. Что же тут изображено? Здорово. Вот это да. Не ожидал встретить тебя в таком месте, Линк. Стоящий после стольких лет. Встреча на Шийка. Опа. Говорили, что ты пропал. Я рада, что ты в порядке. Но тогда где же принцесса Зельда? Такие дела. Что? Никто до сих пор не знает? Тогда мы должны продолжить поиски. Линк, когда принцесса Зельда пропала, я задалась вопросом, что это за огромные изображения появились с наступлением катаклизма. Я слышала, что случилось по всему Хайрулу, и мы с кадр решили получше изучить эйцы геоглифы. Взглянув на эту местность с возвышенности, я заметила, что есть геоглиф. Отсюда его можно рассмотреть. Но понять, что он из себя представляет, целиком невозможно. Поэтому я решила забраться повыше. Я использовала это изобретение, которое дала мне Пура, воздушный шар, чтобы подняться в небо. Но он не выдержал сильного порыва ветра, и у него отвалилась корзина. Я уже битый час сломаю голову, пытаясь его починить, но ничего не придумала. С-клэп. Им подобавлен в список персонажей. Смотри, как умею. Так что, почему ты вверх не поднимаешь? А? Профессионал? Циникак у меня. А чё ты отвернулась от меня? Я подчинился. Ты подчинил? Благодарю тебя, Линк. Можешь полететь со мной вместе. Посмотрим на геоглиф. Хочешь? Ну давай посмотрим. Можно попросить поднять воздушный шар в воздух? Начнёт подниматься, если будет гореть огонь. Как всё подготовишь, тогда и отправимся. А кремень просто положить или что? Ру-бот. Что вы от меня хотите? Ну давайте кремень положим. Ммм, ты что-то забыл? Нет, ничего. Я на тебя надеюсь. Ебай. Поднимаемся. Геоглиф, по-моему, вот там был, мне кажется. Мы его уже видели, кстати, раньше. Да, вот этот. Как же высоко-то мы забрались. У меня аж голова начинает кружиться. Но зато отсюда весь геоглиф, как на ладони. Молодец, Линк. Вообще-то в старых книгах в деревне есть упоминания геоглифов. Там написано, что на геоглифах наши предки изобразили то, что им поведали слёзы дракона. Я пока ещё не поняла, что это за слёзы дракона и как они кому-то что-то могли поведать. Оставили геоглифы возле слёзы дракона. Может, что-то такое можно найти на нашем геоглифе? Во всяком случае, такая у меня догадка. И ещё, вдруг там будет подсказка, которая приведёт тебя к принцессе Зельде. Попытаемся найти. Ты можешь взять планёр и спрыгнуть здесь, если заметил на геоглифе что-то любопытное. Обо мне не беспокойся. Если эту штуку просто посадить нужно, с этим даже я справлюсь. Ну, слёз, слёз дракона, ну типа у него там около слёзы какая-то шляпа есть, так что как будто бы... Ну вот, там где у него капельки или слёзы. Не знаю, короче. Там камень подозрительный стоит. Стоит лоза камень такой. Но с ним как-будто ничего нельзя сделать. Там страшный братан входит. А тут вон ещё есть что-то, но... Слёзы дракона выглядели так, будто оно вот тут. Там, где мы с первой смотрели. Было оно, но не точно. Королевский институт. Айрульская равнина. Возможно, я чего-то не понял реально. Надо было переспросить. Может нужно копать? У меня пока лопаты нет, чтобы это раскрыть. Вот тут ещё есть небольшой холмик. Опа. Да уон оказывается. Вау. Мультики? А, покажут, что с Зельдой случилось. Видимо. По крайней мере, фрагмент. Чтобы можно было по песчинкам восстановить цепочку событий и спасти принцессу. Опа. Ой, кто это? Она реально как будто в прошлое попала, знаете? Да, это же предки. Опа. Поэтому он знал, как Рури знал про нас. Где я? Похоже, мы напугали тебя. Простите. Меня зовут Сония. А как тебя зовут? Я, я дочь Роама, короля Хайрула, Зельда. Как неожиданно. Ведь это мы основали Хайрул. Так что королем тут могу быть только я. Основали Хайрул. И вы король? Да. Я Рауру. Король Хайрула. Король Рауру. И королева Сония. Пазл складывается. Но тогда ведь... Ну да, они... Точнее, она попала как-то в очень далекое прошлое. Ее портануло этим камнем из-за злодейского злодея. Надо будет тайм-тревел какой-то осуществить небольшой. Обратно. Но как? Блин, там же. Окей. Этот... это 03 еще, кстати. Исчезнувшая под замком Зельда приходит в себя и видит двух незнакомцев, называющих себя королем Рауру и королевой Сонией. Зельда внезапно осознает, что эти имена... Ей знакомы. Импа и геоглиф. Выполнено. Линк, ты о чем-то задумался? Что тебя беспокоит? Такие дела. Ты будто грезил, а у тебя в голове появилось странное видение. И ты увидел принцессу Зельду? Геоглифы, записи в книгах, слеза дракона, а теперь еще и принцесса Зельда, которую ты, говоришь, увидел. Быть может, все это как-то между собой связано? Мы будем и дальше исследовать геоглифы. Вдруг они укажут нам путь к принцессе Зельде? Ах да, в книгах также упоминалось, что в заброшенном храме есть что-то имеющее отношение к геоглифам. Заброшенный храм находится в одном ущелье в регионе Эбра. Пожалуй, нам стоит его посетить. Окей. Понятно. Ну, сначала мы закроем этот леса. Так. Ну, сейчас та шубка будет. А закроем светилище одно. И дальше посмотрим, как пойдет. Эээ, шубка. Блин, а шубку не дали, только сырое филе. Ну, ладно. Супчик тоже полезным. Светилище Синаковака. Синаковака. Окей. Супчик. Попробуй выводит каждый момент. Супчик тут начинается. Возвращаясь в ино 에너지 Teresa Супчик. Возвращаясь в иностраненной балường. Попробуйока. блин наверное было не очень умно пропустить подпись потому что там обычно подсказка поэтому вы внимательно прочитали а вот я щас буду импровизировать но на опыте какая-нибудь приколюха с шарами просто будет типа вот шар 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 можно поднять пакел он есть можно видимо зажечь что-то да это можно схватить так мне нужно что-то прикрепить мне кажется на чем я мог бы собственно лететь возможно вот эта вещь поднимется мы можем можем наверное скрепить так попробовать допустим эту штуку сюда прикрепить реально стой стой нет вернись что типа такого да сделать только стой а я не я не достал наверно да до этого он улетел и ничего особо не обещал по поводу возвращения ну ладно окей помянем а это можно двигать да я можно двигать ладно хорошо у нас есть запасной вариант еще еще два траги есть прежде чем я облажаюсь окончательно во первых так нужно близко к близко близко надо заранее встать это было бы вот это наверное самая оптимальная идея и не двигаться еще все не двигаемся а то мы свалимся самый главный вопрос мы спрыгиваем здесь или дальше потому что как будто бы дальше здесь еще вот есть такая штукенция возможно возможно привет привет вот так вот огонь теперь интересный вопрос что мы делаем с достигнутой нами контрольной точкой по преимущество это нам далом это ничего нет не включает а это еще и здесь нельзя забираться ну вообще логично иначе было бы слишком много чизи страток окей то есть тут нужно просто включить в этом какая-то в этом но я так я очень так я это это я это это я это я это как будто бы нормально привет ним новый бустер или это просто никнейм незнакомый здравствуйте ладно поехали дальше смотреть что у нас там по это не все по испытаниям новостарый замечательным по испытаниям у нас видимо еще один шанс глубоко упасть вниз две точки которые нужно или одна погодите выглядит как будто бы две сверху ничего особо нет огонь пока что выглядит как самым сложным испытанием на вот этом вот моменте два каких-то огня ну давайте давайте спустимся рассмотрим есть шар шар можно прикрепить к огню так замечательно а точнее так не мед погодится вот так может быть можно сделать сюда прикрепить допустим шар нового да вопрос том как это толкнуть в нужном направлении он просто крутится резко блин я не успеваю за этого прикрепить жизнь так потихоньку с не знаю в курсе насчет предшествовали тут в не в турцию как ты отбились а вот друзьям так возможно это получится сделать не ладно это плохая но она летит она когда летит она странно летит стоп надо надо ловить 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 срочно что из сериалов посмотреть из сериалов я вот все хочу посмотреть сериал который с харисоном фордом и тем челом из как я встретил вашу маму масс маршалом кажется все очень его нахваливают я вот все никак не могу добраться у меня в план ту watch но глобально сейчас я смотрю монстра но это аниме я смотрю аниме монстр монстр 72 серии мне его хватит еще на месяц а название сериала я не знаю но знаешь там снимается харисон форд и скорее всего по харисону форду можно найти будет блин реально что сделать с этим может сначала прикрепить эту штуку а потом потом огнемет название к сожалению не помню вы что она у меня в списке лежит где-то и почему они держатся не понял сейчас прикола вот он же вроде как мы должен прилепиться ну как будто бы блин это ладно плохая затея или нормальная сейчас короче сделаем тогда мега мега супер план нет это не так работает ладно так 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 прикрепить надо прикрепить оп а гимба сейчас наверх взлетит изи так и параллельно с этим надо будет как-то поднять шарик а я могу тоже наверно подняться на этом шарике мандалорце я как-то начинал смотреть но что-то потом дропнул на твиче я пока не стримлю по причине того что до выхода этой игры официально еще еще пять дней по моему 14 на мая должна выходить вот и если я буду стримить на твич в паблик доступе меня канал скорее всего закроют просто-напросто там же много еще выходило и по звездным войдам и боба фетты и что-то еще по моему про повстанцев что-то было еще все смотрел вау но не улетит я надеюсь но он уже улетает я себя прикреплю но оно очень не очень неровно но ну ладно нормально может быть надо оно как будто бы это супер странная конструкция не рабочая схема понял а у меня загорелась доска нет нет доска нормально ладно нал чб не мало работы ну много работы это же хорошо я всегда говорю а и где нет доску еще одну искать мне кажется нет досок больше так там мой шарик нормально достанем а ну технически мы наверно можем просто привязать тогда сюда доступ к игре ее стреляли просто о новая доска появилась кстати ну ладно поехали полетели я просто по лестнице зайду я не доверяю своему транспорту пока что мне как профессиональному стримеру просто выдали сказали держи братан тебе это пригодится но она же только важный момент что она эксклюзив для свеча ну как эксклюзив для свеча она будет на эм она будет на эмуляторах но для эмулятора нужна мощная машинка такая вот история а так чё там я правильно попал уже себя профессионал конечно глаз наметанный ну еще ну я говорил что этих будет куча штук опалов надавали ну я долго конечно мусолил можно было повыстрее это светилище пройт ну это вот те кого мы видели в видении король и королева как всегда похвалили но я профессионал просто поэтому это третий нужно еще одна и можно будет получить ячейку сердца дождь пошел так а и у нас есть так никто не спорит я согласен да нинтендо нинтендо не спорит это не в этом участке это не в этом участке или в этом надо посмотреть нет не это вообще не тут вообще гига далеко где-то вот тут должна быть башня которая не видеть а так вот это наверное сейчас эту башню разведаем и у нас карта появится человеческая правда под дождем впадлу ехать мокро все давайте переночуем 20 рупий придется отдать ну что поделать давай переночим 20 рупий кровать какая-то жесткая кровать давай спросим что за кровать сон на кровати малани даст тебе больший заряд энергии чем сон на обычной кровати а еще тебя есть все шансы услышать во сне настоящее пророчество лошадиного бога это уникальная услуга так что мы решили предоставить ее только тем кто набрал 7 конюшенных баллов ааааа так что мне нельзя ее пока даже давайте разбудить сейчас час ну давайте утром и встанем мы думаем что в 6 нас разбудят и поедем приятных снов да потом все записи естественно выгрузятся на ютуб когда станет можно можно показывать людям простым смертным так сказать аааа плюс балл опаа награда подойди к конюшной книге учета пойдем там кстати еще в телеге розыгрыш ну не в телеге он общий закреплен если вдруг не в курсе а то что то я удивился что как будто бы участников почти нет аааа 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 ааааа ааааа аааааа ааааа так если еще 2 балла накоплю будет ткань смоланей ее можно использовать в красильной деревне Хатена в регионе не клюда ухм спасибо что бываешь у нас ой уже как бы ее ну не солнышко вышло но по крайней мере дождь закончился и можно нормально доехать будет аааа аааа украсить лошадь может как ухаживать сложная форма так там просто одну этот никнейм ставите все вроде нормально ладно дело ваш так отдыхаешь ну кстати да возможно возможно для некоторых это тяжелая задачка так как подозвать лошадь я это знаю украсить надёга искорка жесть это погодите это 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 лошади которые у меня из прошлой игры вау завтра и послезавтра снова расписание ну сейчас у вас работы до до июня поверьте до июля май июнь до июня ну а то потом можно будет отдохнуть в июле а потом еще тут не ну надеть тяговую сбрую оставить как есть про свист до свистом можно позвать это я знаю но если далеко то она не услышит поскакалим это наш торговец с жуками поехали 5 человек ну это хорошо главное чтобы было в кайф естественно а остальное приложится так это что за птицы такие здорово я могу их я наверно мог стать ударить попробовать никнейм но можно никнейм я все равно буду проверять просто тех кто подписан на эту и все там когда открываешь профиль есть прям ссылка конечно так что то у нас такое большой брат корок братан стоит странные деревья как страшно кьюрн а это это наверное те самые деревья уэсту неприятности это деревья которые мимик деревья надо кстати он не по не попал мне кажется надо поджечь или топором его я не знаю может реально топором надо забить версии ссылки нет так это что это это что-то не то мне нужна пушка вот топор все топором изи срубили братана еще один реально гига странное дерево отдыхаешь дружище и кьюрн эти страшные деревья исчезли конечно работа профессионала так он по моему меняет корокские семечки как раз меня зовут эсту я крок музыкант из леса короков спасибо за помощь кьюн кьюн видя благодарность я станцию и сделаю твою сумку вместительные имба погоди-ка мои маракасы в них ведь нет корокских семечек дети леса опять их стащили и теперь мои маракасы молчат мне бы хоть одно корокское семечко я бы пел танцевал и использовал способности чтобы отблагодарить себя так у меня есть погоди-ка нюх нюх я чую корокские семечки точно тебе дали их дети леса если ты дашь мне корокские семечки я сделал твою сумку вместительные какое отделение увеличить луки и щиты пока нормально для оружия давай одно корокское семечко держи флексат как надо плюс слот хорошо огонь доволен результатом абсолютно можно прям все корокские семечки корокские так я путешествую по коровству и думаю дальше направиться на восток надеюсь на востоке найду где передохнуть в безопасности а то эти монстры теперь повсюду буду искать место где собирается много путников там точно можно будет отдохнуть спокойно у тебя еще корокские конечно есть телеги не был подписаны на ютубе ну ты профессионал получается тоже не не хуже меня так два крокских семечка держи он также флексит поэтому мы немножко скипнем выполнил плюс выполнил что-то я затанцевался скоро я возобновлю свое путешествие на восток окей я так понимаю он больше не да только два раза можно что-то увеличить с туда больно список персонажей отлично мы разобрались с вопросами так лошадка давай ко мне имба лошадка реально поберет так этого надо смотри опа насыпал рупий хорош единичка десяткой 25 видимо 5 а нет 5 единица 5 и 10 20 пойдет пойдет берем поехали вау ебай на развитие минус спасибо большое за поддержку почему-то не показала ничего возможно потому что донаталерт опять поел чего-то там всего лишь за поддержку реально почему не показывает а вот почему не пока ссори этот человек уиграет ремикс на аркейн а почему не показывает а но готов я сражения тут и там мы победу не отдам я запомнил тех кто ждал мы пропал по всем вратам хотите это было только это образом намерение это же мы джин драгон из были нам . я вашу забыл надо копать и что-то сделать а 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 я где-то видел этого товарища уже за а все я не очень люблю правда все эти русские пикаверы но ладно события музыкантов срисовали до выхода аркейна не гуляли в нижнем городе прикол не на арке хорош аркейн хорош а почему реально у меня это где-то открылось но я так и не понял где оно открылось нет сцену я перенес в том то и дело нет сцену я перенес в том то и дело у меня как будто бы нет этой сцены интересно она видимо на другой на другой сцене есть и оба сж проигрывает даже если у тебя на другой сцене если это медиа поэтому мим мим is real теперь должно проигрываться лучше так и надо бы наверное а это не сделать так у меня опять ладно насрать кто меня забанит за авторские права лол все теперь я должен работать просто ты первый наверное кто за сколько за полгода скидывал скидывал эту медиа файл и я поэтому не был готов о новая пещера пещера уха линдера да я сам спонсор инвестируем деньги лчб в медиа медиа составляющую блин как будто бы опасно вот 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 нормально тут мы выплывем не кстати интернешнл очень мало по медиа кидал это хорошая строка в резюме но как типа чтобы новые люди пришли нет блин а теперь я доплыву ли обратно будет неприятно утонуть прямо у берега люди помнят так как будто бы да но никто не подписался почти а пара людей буквально то есть ты скажешь что ты на интервью все таки да да в соцсетях есть не не я так ну ладно да да поэтому конкретно по рекламе всех этих телеграмов и прочего это инт вообще никак не сработало да опа соль ящерица почему то в камне была ну ладно выглядит как босс арена если честно о так это просто камня да ой 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 бежим бежим оно быстрее меня чё делать то чё делать то жёстко меня дёрнули страшно три да да там все офигевали так ещё и встава а во сколько в три утра мне надо было вставать чтобы успеть в такой сомнительный режим что в пять ты уже примерно где-то в эфире выходишь по москве стоит и на что все было так вот надо попробовать запрыгнуть в и в зат доджить может быть это можно и Светилища Таки и Хабана Да, и трансляция почти целый день Плюс кастеры менялись очень часто И типа им нормально А ты когда работал за... Ну я то есть и кто там Иногда был сменный заяц Но когда ты работал на благословление Рауру Светилища Таки и Хабана Видимо сам по себе уже то что сюда дошел это награда И ты типа весь день Один Рисуешь на этом телике Кажется что ты выходишь на пару минут Типа чисто Большой энергозонар Энергозонар в котором ханится уйма энергии Можно менять в конвертаре Или использовать для конденсатора Чтобы тот временно не расходовал энергию Вау, прикольно И вот история что ты весь день Глобально как будто бы ты мало работаешь Ты выходишь на пару минут там что-то объяснить А потом дальше уходишь у тебя идол режим так называемый Где ты обрабатываешь Не просто выписать я это сам нарезал Я это все сам готовил Мне нужно было следить за трансляцией нарезать Подгонять нарезанный фрагмент А потом из вимикса выгрузить его В этот телевизор Проверить что ничего не забагает Потому что на На мейджере тогда у меня все сломалось Но четвертая чтится светом Хайлайты помогал делать 12-14 часов просматривал Ну Из хороших новостей конечно можно Это смотреть на x2 Но все равно да Это такая очень Душная наверное работа Как это еще Утомительная Смотришь 12-часовую 12-часовой эфир Но мне кажется таких не бывает Кстати 2 бестов 3 Ну 10-часовой эфир Все равно может быть Но тем не менее Хоть на x5 Но x5 нет же Такого в плеере x2 можно в плеере сделать Опа Фосфалит Загадочный минерал Который светится в темноте По поверьям Это свечение Испускает душу Усопших Обитающие в нем Из него делают Особую одежду Окей Перемотка мышкой Перемотка мышкой Ну это кстати да Блин Это какая-то страшная Жижа Если честно Она же не может Забраться сюда Правильно Я очень надеюсь Что она не может Забраться сюда А где бомба У меня же была бомба Я подбирал Я помню я плавал за ней Чтобы взять Или это было в другой Ра... У-у-у Это плохо Очень На самом деле Очень мало Снес Я вообще Я почти не нанес Урона Как мне оттуда свалить Чтобы не умереть Можно попытаться Ну, выход вот там, я так понимаю Если я такой, типа, бэм И улетаю просто от вас А, слушайте, а тут нет А, ну нормально, они за мной не побежали Гуд Затаимся Тут выхода-то нет В общем, проблема Возможно, туда лететь Мне кажется, сложно испортить лапшу Хочется взять этот камень Но если я его возьму, меня точно сожрут Поэтому мы, наверное, попробуем просто улететь Мы можем отсюда улететь, хайп Далеко, правда, лететь Но, тем не менее Опа, шишка Лошадь меня, интересно, услышит Она вроде на этом же, да Она вот там, наверху Точнее, внизу Сейчас, может, и прискачет наверх Да, вон она Давай, скачи Интересно, можем забраться здесь На лошади Нормально, лайтовенько Не скайрим, конечно Но тоже нормально Тоже сойдет Так, где тут вода Вода везде О, это же каменные эти щелы Прикольно В прошлой части Падает Так, как мы это сделаем? Можно попробовать сделать просто штуку Которая меня подменит Потому что через обилку мы не в состоянии будем, да Так, прохотя Если подплыть вот сюда, то можем Я думаю, что это допустимый вариант развития событий Ну вот сюда Работаем Так, и нужны вот эти 9 пропеллеров Пойдет Опасное устройство, но Разберемся Что если подвился чем-то Давай, Ним Спасибо, что подключился Рад был тебя видеть Жесть, он Он сломался Почему он всегда ломается? Ну, наверное, что-то можно будет применить здесь Да, скорее всего нельзя А за теми, кто косячат Ну Не на том, спасибо Ну, на самом деле, тут был мем С худом на кс Ну, вроде никому не помешало Нормально было Как бы, если никто не заметил, значит и не было, да Еще один делать Вот Ну, это не нужно аномалии правильно его прикрепил мне кажется правильно ладно так главное не срубить вот это паром бил наверное из-за этого все получилось вот так но нормально но можно работает огонь то что надо мы кстати скоро вам заканчивать активируем наверно вышку и пойдем уже второй час так то стрима вышка ухо линда а ну то что та же самая ухо линда был светилища ухо линда у меня сейчас сессия стримов таких персональных по два часа так что осмотрим но что так чисто чулова по побегал поиграл там заработал он 111 рублей не лчб конечно по доходам но тоже ничем а так уже все как бы 30 не пошел поэтому надо беречь пока только 29 тоже скоро круглая дата о карта поверхности обновлена табанский край хайрульского валья вроде ничего такого но она какая-то красная шняк кстати можно посмотреть я вижу отсюда скорее всего с этой карта неба тоже обновлена приколдесы всякие черепок какой-то страшный но еще годика тоже но там как будто что-то интересно есть что это такое просто куда камень да рандомный чисто камень посреди неба интересно вот там вот красная точка как раз подозрительная а здесь действительно на карте есть эти камни посреди неба и вот это какой-то черепок это видимо вот он не знаю долечу мне кажется не долечу до туда с помощью параплана своего планером потому что много сил тратится у меня их не так много но до этой штуки могу долететь но до туда как будто бы я могу и так долететь подозрительная какая-то шняга ну летим вперед пока хватит а тут наверно вот сюда эта штука идет ну так изучим лайтовенько будем заканчивать ау-ау-ау я же не высоко был алло 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 дым до 4 утра конфермет а а смыто тут же не высоко да вы шо я я в детстве с гаражей выше прыгал ну да не а сейчас дойдем до красный красный какой-то штуки пойдем Ладно, там как-будто ничего нет То есть мне, наверное, нужно вот на эту Но до этой мы не долетаем Успеем То есть мне нужно вот эту красную попасть Она должна быть прямо подо мной Там ещё глиф, но там холодно Это, видимо, к деревне Рито Кстати, светилище тоже есть Водопад Это подозрительная жижа, короче Наверное, к ней не стоит приближаться Поэтому мы пойдём посмотрим Очевидно Ладно Ударился лицом Озим Это, скорее всего, те Те разломы, те провалы Про которые мне говорили Пролом Хайрульского Увалия Если бы то, поду, будет очень плохо Скорее всего, там не выжится Вот оно, видите, хп-шку ворует Нужен какой-то цветочек особый Чтобы Задоджить это Как-то он всё в этой В этой жижи Давайте сначала сходим В... В светилище У меня восстановят там хп И заканчиваем Руна кита Вот так вот Мба То, что надо Надеюсь, это не Светилище на 100 часов Да, оно прям на карте Помечено это Это красная яма Так Транспортировка Светилище Руна кита Так, ещё мы транспортируем Возможно, что-то здесь транспортируем Так, авторевёрс Не работает здесь Нам нужно открыть вот эту дверь Поэтому нам нужен большой... Большой мяч Большой мяч вот там Ээээ Планер почему-то не открылся, кстати Ой Ладно Возможно, нам стоит иначе действовать Каким-то иным способом Пролетел, упал Ну, так бывает, да Реально, а как? Просто пройти здесь? Ну, я же упаду, если так пойду Я, конечно, могу попробовать Но всё равно выглядит очень опасно Ну вот То есть Тут должно было открыться Должно было открыться Ланнер И мы должны были долететь Но что-то пошло не так Вот так вот Типа должно было произойти Окей Можно Можно было подняться тоже через Особность Окей Что мы имеем Мы имеем здоровенный шар Который надо переместиться Так, это не то, что нам нужно Это больше похоже на правду Так, супер Переместили И себя И И шар Какие-то две палочки Ещё две палочки Для чего эти палочки Не ясно Какая задача у палочек Ааа Теперь я понял Сейчас мы палочки приделаем Чтобы шарик не упал Туда Логика Понимаете Без неё никуда Ну Ну С противоположной стороны Такую же Всё Теперь всё получается Как надо Оп Поехали Смарт Так Так Вот здесь уже может быть Как будто сложнее Чуть-чуть быть Здесь что-то можно сделать Чтобы пройти Как-то вот сюда Хорошо, что это не я был Ладно Можно шар сюда Можно поставить Но хочется же Сундук забрать Правильно? Сундук важно Как-то накатывается туда Окей Это можем убрать Пока что Чупа-чупс Получился Мне кажется Проще взять вот так Вот Поймать шарик Чтоб он не уехал Прикрепить что-то К шарику Нужно Чтобы Можно было Закрепиться Просто Как это сделать Допустим Вот так Вот так Да К этому можно еще Прикрепиться Кучу штуки Прикрепляем Тут Как надо Следует Чтоб не лагала Эта штука Супер Мне кажется Ближе Но не становится Почему-то Надо еще Копалок прикрепить Так Мы доверяем Этой конструкции Профессионал Ну Оп Правда музыка не сыграла Ну ладно Я все равно знаю Что я молодец Это мы все делали Из-за лука У которых у нас Три штуки Ок Ок Ладно я лучше На параплане Вот сюда прилечу Если вам Буду возвращаться Обратно На этой же вещи Так Так И теперь Нужно понять Как Возможно Просто домиком Это сделать Больше луков Чисто Может быть Реально Вот так Шар Умоляю Не укатись Пропасть Катись Обратно Вот так Домиком Эту штуку Вкинуть И к ней Шар Прицепиться Так Он Уезжает Ладно У меня еще Запасная Есть Просто Если я Сделаю Это Если я Сделаю Это Вот здесь Кажется Это не получится Так Привернуть Супер А дальше Что Доктора Стоуна Я смотрел По-моему Первый Два Первый Сезон Наверное Может Противобес Нужен Чисто Нормально Все будет Перебросим Имба Кто Смар Я Смар Легкая Там уже Трейцы Выходят Я помню Что-то там Интересное Случилось Я пошел Мангу Почитать И потом Такой Ладно Подожду Пока все Выйдет Возможно Потихоньку Пора Возвращаться Профессионал Перемещения Транспортировки Большие шары Ооо Большие шары Вот С первого Трая Естественно Даже почти Ни разу Не упал Это не то Чтобы Обязательное Задание Можно и без них Но с ними Конечно Как будто бы Проще будет В дальнейшем Ладно Ребята Спасибо за просмотр Продолжим Не знаю Завтра Или послезавтра Записываюсь Также на Этом канале Вот Ну и Все анонсы Естественно В соцсетках Будут Лего Там Контакт Вот Спасибо ним Что подошел Доброй ночи И всем Кто смотрел Это в записи Тоже Благодарочка Услышимся В новых Выпусках Так сказать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому